МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот день никогда не забудешь. Вот оттуда мы бежали, вот тут под гаражами, ну, чтобы еще головой не накрыло. Боже, мальчики! Невозможно это забыть. Ни нам, родителям, ни самому ребенку. Это незабываемая трагедия. 10 лютого 2015-го року звичайная прогулянка для подлитков с Краматорська обернулась нещастям. Мы гуляли на улице, возле гаражей, потом слышали взрывы, сразу побежали. Прям возле нас взрывались снаряды, нас даже оглушило. Вот Влад, друг мой, лежит там. Он самый первый бежал, я второй. Мне тут плечо ранило, ну, немного. А Владу снаряд сквозь ногу прошел и голову немного задело. Мы домой прибежали, у Влада вся нога была в крови, у меня плечо. У той злощасный день правоногу 13-ричного Влада наскрізь пробив осколок снаряда. Мы сначала услышали очень громкий взрыв, мы сразу поняли, что сейчас что-то начнется, и начали как бы убегать. Мы бежали. Сначала в небе было, а потом, ну, как, и в воздухе, и на земле везде начало взрываться. То есть тому мальчику плечо срезало, а меня попало вновь. Взрывалось и перед ногами, и везде. Когда я бежала, у меня, ну, такое чувство, что что-то обожгло. Я не особо обращала на это внимание, я просто бежала до подъезда, чтобы спрятаться. Но потом, когда прибежала, я посмотрела на ногу, у меня все штаны, они в крови. Было очень страшно, мы бежали просто без остановки, куча метров. Поэтому, мне очень было страшно. У той самый час Тетяна, мати Влада, не находила собі місце от хвилювания. Мы звонили, мы говорили, мам, я иду гулять по телефону, нас дома нет. Буквально за 15 минут. И когда прозвучал первый взрыв, я стала сразу ребенка набирать. Но связь уже была отключена, то есть мы дозвониться не могли. Прибежали, потом уже домой, ну, там буквально, ну, минут уже 10, вот, после первого взрыва. Потом уже второй, третий пошел, ну, может, ребенок уже дома, его нету. То есть набираем, набираем, нету связи. Потом связь вроде бы как немножко прорвало, и женщина чужая в трубку говорит, ваш ребенок ранен. Я думала, что это какая-то шутка. Я сначала, понимаете, немало сообразных, я говорю, кто это? Вот я, мама мальчика, Артем, они вместе гуляли. Переходите к нашему дому, мы скоро уже вызвали. И мы сразу же побежали. Ну, там буквально, ну, три-четыре дома вверх, получается, от нашего дома к их нему двору прибежать. Женка показує осколки, які знайшла після обстрілу. И сдригається від жаху, згадуючи той день, коли шукала сина серед поранених. Когда бежали по дороге, то есть людей много тоже бежало, ехала скорая по дороге, мы думали, что нашего ребенка там везут. Поскочили на дорогу, стали останавливать, открыли двери, посмотрели, это не наш ребенок, побежали дальше. Потом уже к дому подошли, стояла скорая помощь, и ребенка уже, получается, выносили в подъезд. Вот слава Богу, что были те родители дома, что успели оказать первую помощь. Там люди умерли на том же самом месте. Это вообще, это очень плохо, ну, вообще ужасно, и не особо охота об этом вспоминать, и вообще об этом думать, потому что очень страшно, то есть такое чувство, что ты сейчас умрешь, и все. Просто бежишь, и вот, вот мне попало в голову и в ногу осколок. Это слава Богу, что хоть шапка была, что хоть осколок в ней остался. Человек вообще беззащитный, и... Чтобы его не стало вообще нужно, пару, 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 одну секунду, чтобы его все, он упадет и умрет. Вот что произойдет. Слава Богу, что ребенок остался жив. Могло бы уйти хуже. Какая мести этого не испытаешь? У лекарни Владу діагностировали скрізне осколковое поранение стегна с пошкоджением великой подшкорной вени. Мы сначала поехали там в травму, но там было очень много людей, и там не было места в эту... А потом нас перевели сюда в ожоговую, и все. И мы начали оперировать, там зашивать, осколки доставать. Нам, как реаниматологам, некогда эмоции свои показывать. У нас очень мало времени, и цена вопроса такая, или у нас получится, или у нас не получится. Чтобы поставить хлопця на ноги, были нужны численные операции. Но необходимых денег у подружки с чербак не было. В той день их сын выжив завдяки стараниям лекарей и допомоги фонду Рината Ахметова. Лекарства все... уже дали лекарства. Ну, пока местное это время, на которое сейчас что нужно, уже все лекарства у нас есть. Спасибо огромное за это. Обещают, как что нужно, когда сразу звонить, помощь окажут. Моходимости нет ни в чем, все абсолютно хватает. Вот, сотрудничаем с фондом, то есть по первому требованию, нам предоставляется все. Ну, говорят, прогноз вроде бы хороший. Когда это все закончится, когда уже перестанут убивать мирных людей, тем более детей, и за что дети страдают. Каждую ночь, когда лежу, мне кажется, что сейчас что-то будет взорваться. То дети хлопцы подорослышали за день и мреяли лише продные. Чтобы все хорошо было, чтобы все выздоровели, ничего этого не было. Никаких войн. Война изменила все. До поранения влач Шербак займався дзюдо, ездив на змагания и завойовывал нагороды. Після переніс 5 операций, отримав инвалидность и усвідомил, что спорт для него остался в минуле. После того, как вы писали нас из больницы, мы находились под наблюдением хирургов. Ортопеда. И с каждым разом все становилось все хуже и хуже. То есть состояние ребенка стало ухудшаться. Нога стала атрофироваться. Ход ноги стал как бы затрудняться. И вот на данный момент у нас ребенку присвоили инвалидность. Инвалид детства до 18 лет. Как первое время, то есть как бы с кровати вставать он мог, но ходить сам не мог. Он ходил с тросточкой, я его поддерживала. Фонд Рината Ахметова надавав допомогу подлитку и его семьи протягом всього реабилітаційного періоду. На протяжении всего времени все лекарства, которые нужны были ребенку, фонд Рината Ахметова нам предоставил. Лекарства очень все дорогие. То есть для нашей семьи как бы это неподъемная сумма была. На каждую операцию, то есть нужны были лекарства, нужны были все медицинские вот эти материалы. И мы бы сами, конечно, не справились с этой проблемой. Подальше, вновление для влады стало можливым завдяки спеціальней программе фонду «Реабилітація поранених дітей». Хлопець пройшов курс лікування в санаторії «Великий лух». Это не больно? Нет, это не больно. Это светолечение и светолечение лечит центральную нервную систему от головных болей. Улюблена процедура – релакс в залі ароматерапії. Расслабляет, еще плюс оздоравливает, ну и еще помогает от проблем отвлекаться и от плохих воспоминаний. Ну, конечно, очень благодарны Ренату Леонидовичу. Без поддержки фонда Рената Ахметова, может быть, себе не могли позволить такую путевку. Огромное ему спасибо. Після комплексної реабилітації потерпілий зміг знову стати на ноги и відмовився від тростини, з якою ходив больше року. Когда фонд Рената Ахметова предоставив нам путевочку на реабилитацию в Запорожье, за это время ребенок почувствовал себя намного лучше. Во-первых, психологически. То есть уехали из города, и как бы другая обстановка, и ребенок стал потихонечку об этом забывать. Там спокойнее, не так, как в Хроматорске у нас. У ребенка стал появляться аппетит, стал как бы лучше кушать, ноге стало лучше, потому что до этого затруднение было. То есть мы сходили с тросточкой. Когда туда приехали, получается, сколько было у нас там и водные процедуры, и массажи, он стал передвигаться без трости. Раньше без нее я не мог ходить, потому что было больно, то есть я мог упасть. Сейчас уже не нужна, то есть уже не нуждаюсь. Ренат Ахметов мне помог, то есть я ему благодарен за медикаменты, за реабилитацию, за Запорожье. Огромное спасибо Ренату Леонидовичу за то, что он за нас не забывает, за то, что он предоставил нам лекарства с первых дней нашей вот этой трагедии. Огромное спасибо, что предоставил нам путевку в санаторий. Это очень помогло ребенку. Сейчас Влада 16. Хлопец готовится до вступа в университет, а вольный час присвячуя музыке. Просто смотрел старые концерты, то есть там 80-е или 70-е годы, я не помню. Ну, увидел, ну типа как играют, стало интересно и начал играть. У меня была гитара там старая, ну начал пробовать. Начал понимать, как строится музыка, то есть как, например, импровизировать. Например, идет метроном, идет барабан, идет синтезатор. Я могу вот это сыграть. Я считаю, конечно, что ребенку моему повезло, что ребенок остался жив. Вот что, конечно, ранение – это все очень тяжело, все перенесли, но ребенок жив. Это самое главное. Этот день как бы дал мне понять, что жизнь одна в любой момент она может закончиться. Ребенок пугается сильных звуков, даже если взрываются петарды, это в нем вызывает страх. Боится находиться где-то далеко от дома, потому что мысли не покидают, вдруг опять произойдет такая трагедия, что ему делать, куда ему бежать. Після всего пережитого в цей родине цінують кожен прожитый день и вірять у краще. И по сей день фонд Рината Ахметова нас не забывает, нас поздравляют с праздниками, нам звонят, узнают, как здоровье у ребенка. Огромное спасибо Ринату Леонидовичу за то, что нам предоставили вот такую помощь. Без него бы наша семья бы с этим не справилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова